Внимание! Вот на каком-то таком же приблизительно аппарате я сюда прилетел. Я здесь в гостях прилетел погостить в питере я поеду сейчас в лес гостить то есть это будет не в самом городе. Я поеду гостить в Кингисепп, в лес, поеду проведать Вольво, поеду проверить Вольво с головой СП Маскина, как себя чувствует. КамАд какой-то на провере, как себя чувствует. Всем знакомый этап, этап закупки, закупаем еду, молоко, чаю, там бичи, взял на всякий случай баночку кукурузы, конфетки. Да, у нас все. Моя цена, моя цена. Макарики, естественно. Нужны здесь курочки, макариков. Ну там есть холодильник, так что в этом доживем нормально. Перегрузил часть шмоток в Урал. Сейчас иду в лес. Примерно идти, что около километра. Поставил на себе только рюкзак. Ну вот и все. На улице тридцатка. Прям плотная, да, Юр? Я думаю, что даже больше. Идем смотреть делянку. На улице просто кипяток. Ребята пока не работают. В тридцать пять работать сложно, а оказывается еще на этой машине не стоит доп. То есть с допами то еле-еле вывозили, а тут еще и без допов. В основном вот такой вот лес. Эгей! Скорее всего шумно там работает этот вот желтый мистер, потому что там холодильник нужно постоянно подбадривать. Масло стоит. Вот такой вот вагон, семь метров, самый обычный. Такие вот штабеля здесь стоят. Тут дорога. Оттуда мы, собственно, пришли. Там где-то ходят Уралы. Все как обычно. Ничего необычного здесь нет. Все по стандарту. Пойдемте посмотрим, что там у нас в вагоне. Вот такой вот у нас видок в вагоне. С этого он начинается. Вот здесь, ну, просто на входе так. А так в основном все везде чисто. Парни тоже ходят в носках, там даже пылесос я заметил есть. Вот такая вот здесь сразу стрессарка. Здесь, ну, насколько это можно назвать стрессаркой, естественно, да. То есть такая, ну, скромная вот такое вот место для того, чтобы что-то подремонтировать. Там, вон, говорю, пылесос лежит, смазка. Какие-то вот заточные. Ну, коробка заточного. Холодильник. Здесь, ребят, сумки висят и рабочая. Одежда. Даже здесь вот слышно хорошо, потому что стоит он где-то вот здесь. Он довольно большой. Молотик много. Автономка также стоит. Что еще? Вот такой вот кухонный гарнитур. Довольно все аккуратно сделано. Также здесь, ну, сама кухня, то есть все сделано аккуратно. Все, ну, довольно обычно. Дверь вот такая вот плотненькая. Шкафчики с такими, как это называется, недоводчики, а с такими вот фиксаторами. И говорят, что все плотно закрывается. Все в порядке. Здесь вот вещи висят. Откидные полки. Вот, как вот здесь, вам видно, наверное, да. Откидная полка. Там ящики под вещи. Поэтому все нормально. Там розеточки есть. То есть все удобно. Мне вот дали вот такую нижнюю полку. Низ спит слева вверху. Потому что я так уже привык просто. Ничего. День второй. Знаете, вы же согласны. Ну, от жары же можно сдохнуть. Это правда. Понятно, что не в наших условиях. Водичка все равно где-то доесть. От нее можно сдохнуть. И состояние сейчас. Состояние, короче, собрали манатки и переезжаем в другое место гостить. Человек сейчас уже погнал машину. Там нас будет встречать трал. И тут недалеко совсем идти. Я вот выхожу. Взял водички с собой. А то вдруг по пути. Нет, нет, да. Съехал с тралом. Переехали сейчас. Едут только хорвестер. Парвардер и вагон будут позже. Еду. Кстати, вот где здесь находится дисплей. В этой машине. В предыдущей машине. Здесь вот был. Лучше так или вот здесь. Не знаю. Посмотрим. Хотя даже чисто логически. Мне кажется, что... Не, не знаю. Не знаю. Посмотрим. Днем вообще невозможно будет работать. Ну, я имею в виду даже технические какие-то дела выполнять. Мы приехали, в общем, в новые гости. Вот здесь стоит подборчик, мне подсвечивает. Даже вот эти технические вещи, типа мойки. Я все-таки выпросил сюда мойку с моющим средством и так далее. И сейчас буду мыть радиаторы. То есть даже вот эти дела приходится делать ночью, потому что пиздец какой-то. Ну, либо просто стоять, либо работать, но хотя бы мыть и ночью. Доброе утро из четвертого дня. Ну, смена все лишь вторая. Ну, короче, что принудительно закончилась смена. Опять начинает греться. Пока еще осталось немножечко водички. Я все-таки помою, продую. Так вроде все в порядке. Ну, правда, да, пришлось закончить. Сколько? В шесть, наверное, я закончил. Пока вот въехал, выехал. Сейчас наша любимая развлекуха. Помыть радиатор. Так вроде все в порядке. Даже, ну, вот даже, по крайней мере, при такой погоде уже начинает греться дождик. Прохладно, но все равно она греется, чтобы спокойно пили. Следующую смену, да и воды осталось, нужно использовать, что-то привезли и отправить эти баки. Все намытое, начищенное и готово к следующей смене. Блин, не хотел сегодня уже выезжать. Хотел оставить его, хотел оставить машину там, в лесу. Все-таки нужно пожалеть немножечко. Выезд там, дорогу еще и дождик пошел. Но в планы вмешивается. Это сраная, сраная, блядь, перегревка. Поэтому все-таки пришлось, да, выезжать. И, наверное, раз в два дня, как минимум, выезжать придется. А так все в порядке. Кушаем и ложимся спать до следующей ночной смены там у нас. Сегодня мы говорим про расход ресурсов материалов пильного аппарата. У нас есть некоторое заблуждение среди операторов, что данный зуб является скалывающим. Так называемый скалывающий зуб. Все пришли JB Titanium, ресурс которых невероятно высок. Происходит набегание в этом случае. То есть она начинает складываться именно от самих ударов и от трения. То есть у нас загибает. Показывал, где у меня на руке висит идеально хорошая новая цепь. Но она не идет, она не пилит. Там была та самая проблема. Что делали данные исследователи? Они здесь проводили исследование на Лагмаз 6000b. У них было все. И только после этого мы начинаем именно под нагрузкой уже пилить. Да, давайте теперь разберем тот самый ротационный метод, который... То есть 9,6 часа мы потратим из-за того, что наша цепь... У меня есть несколько операторов, которых я обучал. Они говорят, мне каждая секунда важна. В принципе, адгезия, то есть понятно. Это у нас адгезия, слово там, а прилипание. Оно прилипает. Это такое вязко. Интересное утро. У меня здесь воды очень мало, поэтому приходится экономить, переливать. Кстати говоря, я сегодня остался один. Денис, проводерист, уехал. Я сейчас здесь один на время. Но и сегодня утром, пока, короче, я тут готовил перекусить. У Дениса наебнулся подшипник на помпе. Не знаю, как там что решилось. В общем, мы определили, что это помпа. Я пошел спать. Судя по всему, он ее снял. И я так понимаю, что дело сейчас в ее покупке и так далее. А мне приходится вот так вот переливать воду. Мне сейчас там привезли воды. Но нужно все пилить, чтобы все... У нас здесь вот в таких вот боклах. Не в сорокетах, не в полтинниках, а вот в таких вот. Не очень хорошо здесь все с дорогой. Выехал за водичкой. А я плюс еще вытащил Урал. Он вот здесь вот встал. Дорога глинистая. То есть чуть-чуть только выпадает дождик и все. И это... Это все становится в каше. И все... Надо, короче, стелить, будут стелить. Работаем. Так, ну... В первый же день я попросил, чтобы пришли и... Ну, там, когда-нибудь, там, не знаю, на следующий день, чтобы хотя бы, да? Пришли и обвязали делянку. Затески есть, а ленточек нет. Видно плохо. Ну, вот и судя по тому, что я сейчас пошел куда-то гулять. Вот как думаете? Просьба была выполнена или нет? Столб нашел. Видим затеску. Есть, родимая. Собственно, в том направлении я иду. Все в порядке. Собственно, в том направлении я иду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 моя хорвестерная часть подготовить и пересажаться вот на того молодого человека закончилась первая часть вторая часть вода пожеванные 17 тысячный собственно та самая проблема по которой выезжая вот здесь трубка потекла